Добрый вечер! Тем более, если им удалось стать героями поколения. Благодаря им многочисленные фанаты по всему земному шару от Японии до Бразилии теперь учат русский язык. Гигантская англоязычная индустрия поп-музыки – это сумасшедшая конкуренция и высочайший профессионализм. Добиться в ней успеха для России все равно, что ни с того ни с сего начать побеждать в Формуле-1 или создать Мерседес вместо Жигулей. За всю историю отечественной эстрады это получалось пока только у группы Тату. Уже больше полугода их последняя песня входит в десятки мировых хит-парадов. Катина и Волкова получили несколько международных премий, включая награды «Лучшая группа в Милане» и «Лучшая поп-музыка в Финляндии». Они даже вручили премию Робби Уильямсу. И это только из последних новостей. Потому что общеизвестно, как они гремели по всему миру, когда принц Чарльз, Дольче, Габана, Такеши Китана и прочие Эминемы строились в ряд для знакомства. История двух малолеток, изображающих лесбийскую любовь, вереницы скандалов и развязный эпатаж времен жизни с Иваном Шаповаловым закончились. Девушки расстались с продюсером и теперь сами отвечают за свою карьеру. Апрельские концерты в Санкт-Петербурге стали открытием новой истории группы с безупречной международной командой музыкантов, принципиально живым звуком, позитивной энергетикой и серьезным опытом успеха. Они только что отыграли концерт в Штутгарте, а впереди гастроли на 40-тысячном стадионе в Монголии. Мы в прямом эфире 9557995. Присоединяйтесь, мне кажется, очевидно, уже, наверное, толпы поклонников звонят. Кто у нас сегодня в гостях? Это Лена Катина, это Юля Волкова. Добрый вечер, здравствуйте. Рада вас видеть абсолютно искренне в который раз, потому что, на самом деле, я с глубокой любовью к вам отношусь. И, знаете, она даже какая-то инстинктивная, видимо, потому что как только оказываешься за границами нашей страны, заходишь в магазин, желательно там вечером туда заходить, и, естественно, во всех магазинах в Европе звучат радиостанции. И вдруг на западной радиостанции раздается вот ваша какая-либо из песен. И вот реально это не то, что любишь группу Тату или не любишь группу Тату. Ты понимаешь, что это твои сограждане и чувствуешь себя причастным к тому, что вы поете. Скажите хоть что-нибудь, девочки, как Руби Вильямс в жизни, сознайтесь. Он так же хорош, как и на обложках своих журналов. Я, если честно, его не очень люблю. Вот, не знаю, ни внешне, ни как артист. Рассказывай. Не очень? Какой он, Руби Вильямс? Не знаю, ну какой-то никакой для меня, по крайней мере. Ленка вот его в щечку даже целовала. Высокий, низкий, симпатичный, с чувством юмора. Ну, он такой, невысокого роста, вот, но какой-то, не знаю, мне кажется, что он очень смазливый. Серьезно? Он какой-то слишком как-то вот зациклен. Мне кажется, что он страшненький. Он очень зациклен просто своей внешности, не знаю. Вот он когда выступал, вот он выходит на сцену, мало того, что как бы он сам весь вот такой вот. И за, как бы вот на экранах, которые за ним, его лица крупным планом в разных вариациях, там, прищуренные глаза, улыбка. То есть как бы видно, что человек просто сам себя очень сильно любит. За это как бы меня от мужчины очень отталкивает. Я не люблю, когда мужчина настолько в себя как бы вот зациклен. Слушай, ну вообще, ну ты, конечно, счастливый человек. Нет, вы обе счастливые девочки. Но единственное, вот, честно говоря, смотрю на вас, слушаю вас, и в который раз я себе говорю, господи, ну я их знаю уже не первый день, не первый год. Ну что вас держит вместе? Вот не могу понять. Вы очень разные. Нет, ну ты понимаешь, я захожу и вижу, ты, все понятно, да, нарядная, красивая, загар, челка, здравствуй, Майами, я с тобой. И Леда, с очень грустными глазами, в черном. Лена, детское время кончилось, я спать хочу. Лена, какое детское время? Кто придумал такие эфиры позднее. Нет, просто у нас на самом деле Лена очень домашний человек, она у нас всегда очень спокойная. И что касается одежды, это абсолютно человек, к которому эту тему не относится. Я абсолютно все равно джинсы, кроссовки, кофта какая-нибудь спортивная и вперед. Снова на эту тему как бы вообще не парится, не зациклена совершенно. А я наоборот, у меня просто... Я все время к ней в чемодан лазаю. Да. Говорю, Волкова, что у тебя есть там одеть-то? И она меня одевает, когда вот надо что-нибудь красивое, по-праздничному, да. Я сегодня ехала, кстати, на эфир и думаю, вот сейчас вот сяду и буду молчать, потому что сегодня будет соревнование по темпу речи просто. То есть вот я и можно... Но, видишь, говоришь, тем не менее. Да, я серьезный вопрос тебе задам. Вот ты как бы человек, который умеет, ну, скажем так, рассуждать и наблюдать, и ты тоже умеешь. Твое мнение тоже очень интересно. Вот вы когда расстались с Шипололом, у меня было ощущение, что общество, там, мир поделилось надвое. То есть кто-то говорил, что вы закончились, и все, группа Тату после этого. А кто-то говорил, что у группы Тату большое будущее, и наоборот, как бы всем было интересно наблюдать, как вы будете карабкаться. У вас какие были ощущения? Только честно. Вы понимали, что вы вернетесь? Мы знали точно, что мы будем идти вперед. Как бы это однозначно. То есть нас не держало то, что если мы расстаемся с Ваней, мы сядем дома, у нас как бы ничего не получится, что мы очень слабые. Я была уверена в том, что мы вдвоем, наоборот, сделаем еще лучше, чем сделал Ваня. Это вы сами бы вот к этому пришли? Или все-таки мнение окружающих сыграло не последнюю роль? Мы никогда не собирались расставаться. То есть даже когда мы вместе решили, да, что пора начинать какой-то определенный новый этап в нашей жизни. Но идти с вами просто вперед уже без всех. Да. То есть мы приняли это решение вместе, мы это сделали, и дальше как бы собирались развиваться. Вот. Но затянулось, потому что и Юлька была беременная, то есть там появление на свет нашего нового человечка было там. Пока то еще пятьдесятая, потом Лондон, ну и как-то пошли-пошли дальше. Были хорошие новые люди, контракты, вот это вот все расставание с вами. Мне, честно говоря, было страшно. То есть, ну, для меня всегда страшно все новое. Тебе как-то я с опаской к этому отношусь. Вот я, например, я привыкла к чему-то одному. Мне вот тут я существую в какой-то определенной атмосфере. Да. Мне хорошо. Остановиться не можешь, да? Я комфортно себя чувствую, да. А когда какое-то вот что-то вдруг нужно резко менять, причем вот категорично менять, мне страшно. Мне кажется, самое интересное, самой менять. Да. То есть, вот я боюсь. Мне говорят, что вот с одной стороны, я понимаю, да, это круто, это супер, вот я бы это сделала, я очень хочу это сделать. А с другой стороны, думаю, а сделаю ли я? И зачем это вообще все нужно? Да, и зачем мне это нужно, если у меня сейчас вот есть вот это, а зачем мне тогда вот это? 9-5-5-7-9-9-9-5, вы понимаете, у вас все-таки большая армия поклонников, поэтому слово дорогим телезрителям. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Погруче, если можно. Меня зовут Леша. Леша? Да. Привет, я привет, Юля. Привет. У меня, в общем, к вам такой вопрос. Вот синглы с альбомом выбираете вы сами или те, кто с вами работает? И почему вы на концертах никогда не исполняете песню «Все моя любовь»? Чего еще? Все мои любовь, я правильно? Все мои любовь, почему я не исполняю на концертах? И кто с нами работает в Лос-Анджелесе, да? И синглы с альбомом выбираете вы или те, кто с вами работает, там, лейбл. Синглы с альбомом. Спасибо большое. Спасибо. На самом деле, честно говоря, я никогда не думала на это тем, действительно, в чуму, что я не помню на концертах песни «Все моя любовь». Не знаю, на самом деле надо задуматься над этим и ее петь. А что касается синглов, обоюдно. И наша компания, рекорд-компания, кто с нами работает, и наши менеджеры, как бы мы с Леной. А все-таки вот на вас все время смотришь и понимаешь, да, с одной стороны, вы должны быть очень импортные люди, да, вот чужие немножко, потому что вы же единственные, кто добился успеха на Западе. А вот так наблюдаешь и видишь, с другой стороны, наши. Вот не понимаю, да, вот я просто знаю вас и не первый день вижу, но тем не менее, все равно же, вот, как бы, оказывают влияние то, что про вас говорят. Во-первых, наши, а во-вторых, если человек действительно чего-то добился, он никогда не будет раскидывать понты. Он будет человеком. Не так, Лена, не так, Гюль. Вот смотрите, просто человек, который хочет интегрировать, у нас же все мечтали там реализоваться на Западе, и все, кто пытался, да, они пытались просто стать вот западным, чтобы приезжать сюда, и было понятно, вот вроде наш человек, но все равно уже отчасти западный. А зачем корчите себя того, кем ты не являешься? Ой, мы, например, гордимся, что мы из Москвы, из России, как бы это наша страна, это наш город, мы русские, и нам клевают, это наш дом. Ну, зря же говорят, что, как, господи, как же, русская душа... Ну, это потемки. Ну, любая душа потемки. Вот, ну, вот именно вот понятие русской душевности, именно вот русская человечность, не помню, ну как же это... А вот когда на вас смотрят, ну, я понимаю, да, а вот когда на Западе, опять-таки, иностранцы, когда приезжают, они все время вот рассматривая наших людьми, есть определенные стереотипы, да, вот в поведении, с одной стороны, а с другой стороны, говорят, что мир глобализуется, и молодежь стала похожа друг на друга. Вот вы, это так? Ровесники, вот ваша публика. Сложный вопрос. Вы ее понимаете? Нашу публику? Ну, у нас нет, вот, у нас вообще, на самом деле, нет определенного возраста в нашей публике. Нам приходят и маленькие дети на концерты, женщины, и даже родители этих детей. Как бы разные... Бабушки приходят. Да, и бабушки, женщины, и говорят, что, типа, девчонки, если бы мы жили ваше время, мы, наверное, тоже были близбьянками. Вот что самое интересное. Ну, это смешно, ты же понимаешь. Понятно. Тем более сейчас. Понятно, нет, просто у нас нет такой аудитории, которая именно там конкретно 15-16 лет, нет такого. Каждая страна, каждый закон окажет страной, и каждое правило, и каждая... Ну, не знаю, мне кажется, что нас либо любят, либо нас ненавидят. Ну, а скажи мне, вы принимаете активное участие во всем процессе музыкальном? Вот вы пишете песни, там, вы участвуете в аранжировке. Вы все это контролируете? Конечно, конечно. Мы полгода жили в Америке, в Лос-Анджио всегда. Мы сидели сами на студии, делали вместе с нашими музыкантами аранжировки, писали песни, были саунд-продессорами своего вокала на русском альбоме. Конечно. Песни пишут авторы, и слова, и музыку. Ну, как бы, я имею в виду, в аранжировках. А то есть без вашего одобрения вот никакая песня, никакая музыка не будет? Нет, конечно. Никакие решения тоже не будут приниматься? Нет, конечно. А зачем? Объясните, Юль, Лен, вот это же лишняя информация. Потому что не просто... Не просто... Как бы неинтересно просто так выходить на сцену и говорят то, что, как бы... Делать то, что тебе говорят. Ты чувствуешь себя марионеткой, игрушкой в чьих-то руках. Это вот людей за ниточки дергают. Вот хороший мюзикл Чикаго, да? Там сцена была. А зачем? А чего это, объясните мне, произошло? Вы разочаровались в ванне? Нет, просто мы захотели сами идти вперед и делать что-то сами. Сами доказать и показать миру, что мы сможем сами завивать весь мир без всех. И мы можем сами принимать решения и сами все делать. А не страшно? Нет. Ну, ты же понимаешь, да, что это, ну, очень-очень серьезно. Я обожаю себя менять, и, как бы, я обожаю, наоборот, сама что-то сделать и идти вперед. Это прямо мое. Я ненавижу схему. Я ненавижу то, что сделано. Вот то, что сделано, мне становится неинтересно. Вот то, что происходит по графику расписано. Все, я выхожу из игры. Мне интересно то, что, наоборот, ты идешь сама вперед, и ты что-то сама придумаешь. Ты сама эти схемы составляешь. Ну, просто ты понимаешь, да, чтобы эти схемы начать составлять, все равно нужно же учиться. А вы вот мне просто обязательно подумайте и попытайтесь попозже ответить на вопрос, вот как вам удалось, будучи такими молодыми, да, суметь взять на себя такую ответственность. О любви, о соблазнах, о том, что будет делать группа «Тату» в будущем, которая сегодня в прямом эфире в программе «Детали», вы узнаете сразу после рекламы. Вы смотрите программу «Детали», мы в прямом эфире, 955-7995. Два очень ответственных человека передо мной, группа «Тату». Лена Катина, Юля Волкова. Кстати, сколько вам сейчас лет? 21. 21, да. И вот на чем мы остановились? Вы взяли на себя такую ответственность? Вот откуда такая вера в себя? Ну, я не знаю, я думаю, что просто годы работы с Ваней Шповаловым все-таки сыграли какую-то роль. Я думаю, что мы смотрели на то, как он работает, смотрели на то, как он... Очень много от него научились. Конечно, так, как он это все делает. Мы всегда-всегда прям бежали, так вот наблюдали, как он ведет переговоры, как он общается с людьми. Нам всегда это было очень интересно. И, собственно, я думаю, что... Он прям работоспособный парень или у него все легко получалось? Легко получалось, но я думаю, что все зависит от желания. У него действительно было стремление и желание. Он как бы жил этим проектом, он этим горел. Он действительно талантливый человек очень. А подождите, а как вы думаете, вот реально, почему вы разошлись? Вот вы выросли? Я думаю, что мы выросли. Или Ваня остановился? Я думаю, что... Ну, там много, я думаю, очень всего вокруг того, что было. Ты понимаешь, чем дело? Почему я спрашиваю? У меня всегда реально лично меня интересовал вопрос. Вот если Ваня работоспособный и талантливый, и очень хороший продюсер, то после вас у него тоже все должно сложиться. Но у него ничего не сложилось. Мне кажется, наоборот. Такое получается только один раз. Да, раз в жизни. Значит, это называется Катиш. Все остальное, может быть... Ну, да, не знаю, не знаю. Повезло. Получается, значит, Ваня повезло. Вот мне просто интересно. Повезло в совокупности. А вам повезло с ним? Да, нам повезло. Конечно. А без него вам сейчас везет, или вы уже по заслугам получаете тот успех, который есть? Везет. Везет, везет. Пока везет, да? 955-7995, присоединяйтесь на звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Рома. У меня вопрос. Вкладываете ли вы смысл в свои песни, и есть ли он вообще? Спасибо большое. Послушай альбом, Ром. Добрый и нежный вопрос на вечер. Ну, я думаю, что в любом случае в каждой песне есть смысл, естественно, есть какая-то своя история, в которой мы, естественно, также принимаем участие. Вот. Переживаем. Конечно, и большинство песен, в принципе, написаны для нас, по нашим отношениям. Может, человек просто имел в виду странные названия, потому что люди-инвалиды, все-таки согласитесь, да? Ну, просто этот альбом, на самом деле, он очень политический, и в этом альбоме мы имели в виду не... Даже пытались обратить внимание людей не на музыку даже, да, а на смысл этих песен. То есть, как бы, это такое, надо послушать и надо подумать. Да, именно на слова. Ну, все равно, вот, даже если там артист не очень задумывается, его всегда готовят, там, ему говорят, вот, там, 10 предложений, связанных с тем, о чем альбом, какой месседж ты хотел послать людям, если тем более ты говоришь, так вот о чем эти песни? Ну, люди-инвалиды, вообще, на самом деле, этот альбом не о том, что люди-инвалиды, там, без рук, без ног, а именно моральные люди-инвалиды. То есть, те люди, вот эта злость, которая присутствует в мире, ненависть, зависть, вот это вот все, что нас окружает. И мы, кажется... Негативное качество. Человека, да. Мы хотим изменить мир. Ну, то есть, это вот принцип, саманты, девочку звали Саманта, я не помню, какая фамилия у нее была, я была пионером, когда вот эта девочка американская, там, она была безумно популярна, она пыталась объединить мир. То есть, вы по-прежнему все такие же функции? То есть, вы думаете, через 20 лет вас будут благодарить? Мы не делаем такое же, мы хотим сделать что-то свое, мы просто хотим поменять людей. Мне просто как-то хочется обратить внимание на эту проблему, потому что она действительно существует, к сожалению. Разобщенность? Что именно? Какая проблема? Ну, нельзя. Ожесточенность. Ожесточенность. То есть, как бы сейчас, в принципе, идет какая-то, ну, не знаю, деградация, мое личное мнение, да, человечество. Людьми начали управлять какие-то нелояльные качества. Не знаю, они какие-то... Ну, вот Юлька сказала, вот это вот злость, зависть, вот это все исчезает из мира любовь. Почему все вот это происходит в нашем мире? То есть, мир стал очень материальным, да, ты имеешь в виду? Да, то есть, люди приобретают вместо того, чтобы... Нету ценности нормальных людей. Да, вместо моральных ценностей, их заменяют материальными. Это все равно, что когда воспитываешь ребенка, вместо того, чтобы дарить ему свою тепло и любовь, дарить ему игрушки мягкие. Вот. А потом тебе ребенок скажет, а что ты для меня хорошего сделал? Как? Я же тебя любил очень сильно. А как ты меня любил? А тебе вот игрушки дарил. Не, ну игрушки надо дарить детям. Это же в любом случае. Не, ну это понятно. Вы просто, я сейчас на вас смотрю... Это образно выражается. Вы как Джон Леннон, на самом деле, да? Вот ведь группа Битл в свое время тоже попыталась бороться с ситуацией во всем мире. Там и была за мир во всем мире. Нет, Джон Леннон. Джон Леннон. Джон Леннон. Ну, просто это... Я считаю, что это очень большая проблема, и что нужно что-то с этим делать. А для того, чтобы с этим что-то делать, нужно реально видеть проблему. Для того, чтобы ее видеть, нужно об этом сказать. Смотри дальше. Проходит 20 лет. Вам будут благодарны, или вы будете нести ответственность? Я начинаю перенимать этот темп речи. Я сейчас начну быстро-быстро говорить. А мы будем молчать, тебя слушать. Я сегодня буду молчать, да, я тебя слушаю. Давай, Ленок. Нет, не хочу. Ответственность, как ты думаешь, через 20 лет вы будете нести за то, что вы сейчас делаете? Или вам будут просто благодарны? Не знаю. Я не знаю. У каждого человека свое есть мнение. Не важно, что будет. Мы просто хотим показать людям, хотим научить людей жить, я не знаю, в согласии с самим собой, как бы научить людей любить. Да, показать им, что вот существует на самом деле любовь. Не смотри так, не то, что между нами, а вообще вот этот позитив. Добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте. Люди все видят, люди все слышат, люди дозваниваются. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир. Пожалуйста, Владимир, мужчины звонят. Юлия, как вам удается совмещать роль матери и роль эстрадной певицы? И как вы назвали свою дочь? Спасибо большое. Здорово. Виктория, да? Вика, да. А как, как, слушайте, на самом деле сложно, как, но спасибо огромное моим родителям, которые, собственно, мне очень помогают, моим двум замечательным няням, тетя Лен, тетя Наташа, которые все для меня делают, вот. Тогда есть свободное время с ней. Нячишься, Лен? Я? Ага. Ну, редко, на самом деле, я вижу, но такая хорошая девочка, смешная. Ну, ты, ну, я понимаю, что она очень маленькая, но там, кто-то из артистов, везде ребенка возит с собой. Не, не, я не хочу ее нигде пока водить. Потому что, во-первых, она маленькая трасса, во-вторых, ну, а что, ну, зачем водить? Интересно водить ребенка тогда, когда он уже сам соображает, понимает, говорит, и когда он уже может понять, где он, с кем он сидит, общается, и просто пообщаться даже с теми же взрослыми людьми. Ну, ты знаешь, что группа «Непоседы» существует и сегодня в ней тоже уже есть дети. Ну, она, это гипотетически вообще могу предположить, что через пять лет маленькая... Она, кстати, как ее фамилия? Она твоя фамилия? Волкова, да. Волкова, да. Да, вот что маленькая Виктория Волкова будет в группе «Непоседы». Может быть, конечно. Она подходит к пианино и уже нажимает на клавишу. В маму? Наверное. Слушай, здорово. Ну, молодец. Не боишься, вот пройдя такой путь, ты все равно не отрицаешь такой путь для своей дочери. Что, как у нас? Все хорошо. Есть ли разница, стала ли ей ощущаться? Потому что все равно, ну, не то, что там Юля стала женщиной, но все равно по сознанию, да, она, наверное, немного изменилась. Да, есть, есть, есть. Разница. Не могу сказать, что очень большая. Не скажу, а это как была без башни. Так же ветер в голове? Ну, не то, что бы ветер. Почему ветер в голове сразу? В хорошем смысле этого слова. В хорошем тогда да. Да. Ветер. Ну, просто, наверное, она стала более ответственной. И, ну, поскольку это человек, который все лбом пробивает все стены сама, вот, то сейчас, я думаю, что прежде чем, чем, тем, чем, все. Прежде чем что-то натворить, такое не очень хорошее, если раньше она не думала вообще, то сейчас она перед этим сначала подумает. Правда, потом все равно творит, но подумает. А вот объясни мне такую вещь, Юля. Смотри, чувство страха присутствует, когда вот ты думаешь, что вот что-то сейчас делаешь, и вдруг потом за это будет стыдно. Ведь, наверное, ты же будешь раскаиваться там. Ты же все равно уже через Вику все пропускаешь. И, Лена, и к тебе этот вопрос уже относится. Не зависит от детей вообще, гипотетически. Нет, вообще я стараюсь как бы о своем прошлом не вспоминать. Если даже я вспоминаю, то я об этом не жалею. Я считаю, что это прошлое именно дало мне стать такой, какая я сейчас есть. То есть, как бы пройдя через какие-то ошибки и через то, что даже может быть стыдно и неудобно, мне не стыдно. Потому что вот, 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 потому что я сейчас вот такая. А чувство раскаивания вообще знакомо, Лена? Вот интересно. Вообще, просто. Да, знакомо. У меня это связано, по крайней мере, у меня это связано с жизнью. Есть некоторые вещи, ну, не то чтобы о которых я жалею. Наверное, так и должно было быть. Потому что, ну, я придерживаюсь той теории, что все, что происходит, все зачем-нибудь нужно. То есть, я понимаю, конечно, что умные учатся там, на своих ошибках мудрые, на чужих. Вот. Ну, наверное, я все-таки к этой категории людей не отношусь. То есть, я тоже через себя все это пропускаю. Но, наверное, нужно иногда совершать ошибки для того, чтобы потом подумать. А кто отдушины? Родители, близкие, может быть, церковь, я не знаю, книги, кино? Вот что? Большое всего. Ну, конечно, в первую очередь, это семья. Вот. Ну, и самые близкие друзья. Семья. Семья для меня, семья. Я просто была поражена, когда прочитала твои письма на сайте, что ты встречаешься с одноклассниками, дружишь с одноклассниками. Да, у нас компания. Ты же просто, ну, не то что состоятельный человек, ты состоявшийся в определенном смысле человек, в отличие от своих одноклассников, которым 20, которые только-только пытаются определиться. Да, но они, во-первых, они не пытаются, они уже, большинство из них определилось. Вот. Они просто идут прямой дорогой к своей цели. А неловкости никакой нет? Вот нет никакой там агрессивной неприязни. Ты же звезда мирового уровня, в любом случае. Ну что, я в первую очередь Лена Катина для них, которая училась в первом классе и получала свои тройки. Им все равно? Абсолютно. Так это счастье, наверное. Счастье. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, Юля, Лена, здравствуйте. Как вас зовут? Город Северодвенск, меня зовут Илья. Пожалуйста, Илья. У меня к вам такой вопрос. Как часто у вас бывают стрессовые ситуации и как вы с ними боретесь? Спасибо большое. Стрессовые ситуации? Кто психоаналитик? Вот в чем вопрос был, собственно говоря, в коллективе. Вот, не знаю, у меня очень редко бывают стрессовые ситуации. Фактически их никогда не бывает. То есть я по своей натуре такой человек, что, не знаю... Ну, наверное, если что касается психоаналитиков... Ленка больше нервничает, наверное. Ленка больше переживает, у Ленки, наверное, больше стресс. Она просто все в себе держит, ты же видишь. Может быть, может быть. Ты-то все выплескиваешь, да, конечно. У меня все это вот так, общение, люди. Я, на самом деле, забиваю на весь негатив всегда. Мне пофиг вообще, что творится вокруг. Я стараюсь общаться с позитивными людьми, от которых светит солнце, я не знаю, от которых вот такие вот улыбки. Просто все выплескивается в другой немножко ситуации. Да, у меня я больше все внутри переживаю. Объясните мне такую вещь. А вот вообще бывает потребность некоем взрослом человеке, которому можно... третьим, да, которому можно все рассказать, и который все поймет? Ну, мировой судья, который скажет, как жить. Или вдвоем? В основном вдвоем. Двоем, я думаю, что, во-первых, человек, который нам помогает, с которым мы тоже советуемся и принимаем внимание его мнение. Для меня, для меня это мама. По-прежнему. По-прежнему, да. То есть, конечно, не все ситуации я ей рассказываю, потому что какие-то вещи мне хочется, как бы, понять в жизни самой. Потому что мне иногда хочется просто сесть, сама собой сказать, Юля, вот ты должна сделать так, так и так, и так. Вот, ну, как бы, посоветоваться сама собой. Но большинство я приезжаю прям каждый день, я рассказываю, там, мам, вот мы вчера были там-то, там-то, там, вот, про свою там лучшую подружку, там, про своего молодого человека. То есть, ну, в любом случае, но мама никогда не пожелает плохого, она никогда не скажет, что ты против. Как бы она там ругалась, не ругалась, неважно. Батке, я же, в какие-то моменты, в котором мне, например, слышать неприятно или видеть, например, что-то неприятно. Я, конечно, понимаю, что она мама, что она за меня переживает, что она делает не потому, что она меня не любит, а наоборот, потому что она хочет, чтобы я у него была самая лучшая, чтобы она мной гордилась. Я просто на тебя смотрю, ничего не изменилось Со времен поднебесной Я помню, как ты про маму говорила Я еще поразилась, ты мне сказала такую вещь Что ты маме практически много чего рассказываешь О многих своих проблемах И мама тебя понимает А кто первый узнал, что ты беременна? Лена или мама? Мама Она заметила или ты ей сказала? Слушай, здорово А что она сказала? Ты же очень молодая была Это очень сложно было Для меня это был небольшой психологический барьер Потому что я понимала, что 19 лет для меня Для самой себя это было тяжело Потому что я понимала, что я очень эмоциональный человек Что впереди у меня карьера, работа, тусовки, люди, общения Что я не смогу просто сесть дома С другой стороны, мне было страшно Потому что у меня есть человек, с кем я работаю Это Лена Я понимала, что придется проект на какое-то время остановить И Лене придется меня ждать Это второй был момент И третий момент Это просто сам, свой психологический Я рожу 19 лет Для меня это просто было живот Вот это все представить Это было очень как бы сложно Но ничего, нормально Я для себя решила, что если это Бог мне дал То мне это надо принять, взять, родить И в любом случае я рожу сейчас И дальше впереди у меня вся жизнь сейчас передо мной Я знаю, что у меня дома есть человек, ради которого я живу Для которого я как бы все делаю И вперед я как бы могу делать Я хочу сноться в фильмах, фотографироваться Я не знаю, заниматься карьерой, проектом, всем чем угодно Но смотри, с другой стороны Получается, тебя поставили перед фактом Я знаю, что ты человек очень терпимый Но тем не менее Был ли у тебя момент, когда ты думал Ну может иметь смысл не ждать? Нет Сольно попробовать что-то, нет? Почему я делала сольный проект параллельно? Как бы он не вышел в свет и не выйдет пока Вот, ну я просто У меня куча еще других интересов Связанных там Не только с творчеством Поэтому мне не было там влом ее ждать У меня даже мысли не возникало Что вот все там Ах ты беременна Это же чудо, это счастье Это самое большое счастье для женщины Когда у нее рождается ребенок У нас есть звонок Добрый вечер, здравствуйте, алло Добрый вечер, Тина Здрасте, как вас зовут? Антон Пожалуйста, Антон Здравствуйте, Лена Здравствуйте, Катя Катя, Юля Очень приятно вас видеть в студии Юля и Лена Лена и Юля, дорогой Антон Не волнуйтесь Ничего страшного Ничего страшного Очень хотелось бы, чтобы вы получили орден На самом деле Спасибо Было бы заслужено У меня вопрос следующий Есть ли у вас в планах совместная запись С какими-нибудь зарубежными исполнителями Может быть какой-то рэп Спасибо большое Но 50 cents, он же приезжает Я насколько понимаю, вы будете выступать вместе У нас на самом деле есть песня С группой Flipside Гаминоса Мы сделали совместно Но если будет предложение То мы будем думать Но вообще, в принципе Мы к этому относимся Так, у нас дуэт Нам клево вдвоем Но все равно интересно Честно только скажите Вам предлагают Или вы можете предложить Вы ищите Нам предлагают Мы никого не ищем А кто предлагает? Вот из суперзвезд 30 секунд у нас Вот были какие-нибудь Очень интересные предложения Вот Flipside предложили Сделали Американский рекордлейбл наш Кто нас там скучил А Петь? Петь что? Никто не предлагал А, не знаю Хорошо Сразу после рекламы Я надеюсь, усмейте к нам Звониться и задать Любой вопрос Естественно Лене Катиной и Юле Волковой Ну и все самое интересное Как всегда в конце программы Мы в прямом эфире 955-7995 Присоединяйтесь Юлия Волкова Лена Катина Группа Тату Сегодня в прямом эфире В вашем распоряжении Ну что Я чем еще была удивлена Вот я когда смотрела Ваш сайт Я поразилась Потому что вы пишете Дневники Вы реально их пишете? Да Это реально ваши дневники? Я реально пишу Вот вы такие позитивные Вы не устали? Вы сколько лет работаете Дети Слушай, ну а почему Нам будет не позитивным? Да нет, нам это нравится Ты просто понимаешь, да Что огромное количество Я смотрела там Те же западные передачи О западных звездах Которые с детства работали Ведь Джастин Тимберлейк Если я правильно выговариваю Это достойнейшее имя Вкалывал с детских лет Да Хорошо это или плохо Постоянно задается вопросом Есть ли у этих детей Детство или его не было А Бритни Спирса Например, очевидно Да, мы сейчас обсуждаем Радуйся Ах, какая толстая тетка Она явно устала Ей надоело работать Я ее понимаю Не знаю Не знаю Я думаю, что у нас, Лена Другая ситуация Мы просто с детства Всегда были в музыкальном В этом музыкальной школе Играли на пианино Работа есть те Со скольких лет вы работаете? Сколько лет? Непоседы, я думаю, да? Ну, непоседы Это уже, наверное, работа Да, музыкальная школа Там всякие вот это вот Первый гонорар Во сколько за получили? В 12 Сколько это было? Ой, я вообще, честно Я не помню По 11-12 Мы в Италию полетели С непоседами Ага Это типа не первый гонорар Полетели Я даже не помню Слушали Let my people go Там пели Там Дзякина пела Ну Это были первые деньги Да Что купили? Расскажите, девочки Я, по-моему, в ящик положила И отложила их на подарки Своих? Да Я обычно, когда мне спрашивали Что тебе дарить, девочка Я говорила Дарите мне деньги А потом на эти деньги Я покупала всем подарки На праздники То есть ты реально добытчик, наверное Ну, потому что никто же дома Не может заработать Такие деньги, как ты Ну, мы обе, собственно А объясните мне А как это вот правильно? Ведь всегда задаются вопросами Здесь нет ничего Вы же как раз Одни из немногих людей Которые реально честно Зарабатывают большие деньги Насколько я понимаю Ну, относительно своего возраста И положения Вот каково это не испортится? Каково это остаться собой? Ну, ты же понимаешь Что соблазнов очень много, Юль? Не, не знаю Я как бы Я не понимаю эту тему Я не понимаю эту тему Когда наоборот Клево, когда ты начинаешь с нуля Ты идешь сама как бы вверх Ты понимаешь, когда у тебя нет ничего И когда ты зарабатываешь Тут сама И как бы достигаешь того Что ты можешь себе позволить Все, что ты хочешь Квартиру, машину, одежду Отдыхать Ну, не знаю Все Не, ну подожди Вот по-другому Смотри У вас нет истерика У вас нет капризов Вы должны понимать Я зарабатываю такие деньги Я звезда Там у меня райдер сумасшедший Там, я не знаю Я без маленькой собачки В номер не войду Или там Это что за глупость? Нет, Робби Вильямс, например Требует закрывать гостиницу Когда он приезжает Это уже, мне кажется С главой у людей не в порядке Когда ты себе можешь позволить Все, когда ты имеешь деньги Так, может, через 5 лет тебя накроют Откуда ты знаешь? Робби Вильямсу за 30 Я думаю, не накроют А вы уже откладываете? Вот есть, например, артисты Которые говорят Я понимаю, что я еще Самое главное Я еще заслужу и заработаю Да, ладно, что-то тратим Вот так Это как бы невозможно Ничего запланировать А кто следит за финансами? Сами Сами? Конечно Не родители? Нет Не боитесь? Нет А родители просят деньги? Мы не то, что просят Мы помогаем самим родителям Родители никогда ничего не просят Мы просто берем и даем Самое приятное из того, Что вы смели им дать Благодаря возможностям, Которые появились? Да я не знаю Но все, что они хотят Я думаю, что то, что самое-самое приятное За какие деньги не купишь? Здоровье? Здоровье и любовь Вместе живете? Нет Нет, раздельно И ты, и ты, да? Да А давно это уже? Ты же с родителями жила, Лена Мы когда встречались поднедесные Ну я сейчас год живу С молодым человеком уже Как он это все выдерживает? Объясни Бедный Сама не поймала Спит, наверное, уже сейчас Вот я просто А может сидит, смотрит Я когда смотрела фильм Анатомия Тату Вот я честно тебе могу сказать Я на Пашу тогда крест поставила Вот на твоем молодом человеке Я поняла, что он не выдержит Особенно встреча с Ван Дамом Вот для меня она была финальной Я просто напоминаю Паша, это папа Вики И когда он тебе сказал Повези меня к Ван Даму Вот обычная русская девочка Родившаяся, да, там, в Москве И обычный русский парень Разговаривает Хочу к Ван Даму Да не вопрос, поехали Конечно, после этого сносит крышу Невозможно просто жить дальше, я думаю, вместе Вот Он видится? Да, мы разошлись Мы разошлись уже давно, да Ну как бы мы общаемся Созвонимся по телефону А с Викой видится? Как вам сказать? Честно, ну как? Нет, не видится Это твое решение? Мое решение, пока Вот пока такое мое решение А если спросит Вика? Не знаю Сложный опрос Сложно, я понимаю Очень сложный опрос Добрый вечер, здравствуйте 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 Как вас зовут? Добрый день, меня зовут Сергей Доброй ночи Пожалуйста Как всегда, выражительно Привет, Юля, Лена Привет У меня два вопроса Первый, правда ли то, что Когда вы работали с Шиповалом Он заставлял вас не петь Я в буквальном смысле Орать микрофон, что плохо Сказывают на связках И второй вопрос Правда, для того, что Когда вы прекратили сотрудничество Шиповалом и уехали в Америку То вас заново переучивали петь Такие знаменитости, как Калиминов Спасибо большое Нет, по поводу второго Это точно не правда Нас никто никогда не учил петь И мы никогда никому не отдавали свой голос Мы поем так, как мы умеем Ну, у тебя же были какие-то проблемы со связками Были проблемы со связками Да, и Ваня Шипалов не заставлял нас орать На самом деле в микрофон Орали мы сами Я То есть петь вы не умели? Ну, как не умели? Ну, мы никогда не занимались специально Мы никогда не хотели, чтобы наш голос как-то искусственно У нас не учили вокал То есть Мы распеваемся, как бы, да? У нас есть вокалистки Есть разница, да Между вокалистами Им не ставить голос мы не хотим Никогда как бы это не делали Некоторые ставят, некоторые просто распевают Чтобы, ну, разогретые связки были Вот именно разогревались мы А сейчас, что в Америке произошло? Вас реально там научили петь? Или что это было? Да нет, Галя Минок нас не учила петь Я просто там ходила У меня были, да, проблемы со связками Я ходила там к врачу К известному вокалисту И просто как бы так же распевалась Это известный вокалист как раз распевает И... Галя Минок, всех, собственно Джастин Тимбрл И всех, кто там существует Дженнифер Лофф, всех ходят к нему Ну, вы тренируетесь То есть вы поете Вы там, как... Вы занимаетесь голосом Вот, наверное, всех это интересует Да, или вы выходите там, вы поете? Ну, так сказать, на самом деле Мы в этом плане очень ленивые Это как бы очень плохо Выходим и поем Выходим и поем, да То есть как бы когда мы реально понимаем Что как бы нам нужен вокал Например, когда мы были в Америке Там записывали альбом Я реально ходила и занималась вокалом Прямо перед первым Перед русским альбомом Перед английским альбомом А когда вот концерты Надо, конечно, заниматься Мы это понимаем Но так лень На самом деле А хорошо, объясни мне такую вещь Есть артисты, которые говорят Я никогда не выйду там И не спою под фанеру А кто-то говорит Ну, это нормально Технически так удобнее Или там, вы наоборот говорите Я всегда хочу петь живьем У нас раньше, да Мы работали под фонограмму Когда мы начинали с России Когда у нас было очень много концертов 25-28 концертов в месяц Да, у нас был балет И естественно, мы первые под фонограмму Потому что просто голос бы не выдержал А сейчас мы сделали такой более роковый альбом И с нами ездят живые музыканты С Америки И мы работаем только живые концерты То есть мы наоборот против фонограммы Нам наоборот это неинтересно А вот вы номинированы же на церемонию Муз-ТВ Которая будет летом Буквально через несколько недель Там все будет живьем? Живьем Это ваше условие? Живьем с живыми музыкантами Которые прилетят с Америки сюда, в Москву, к нам А, специально будут Специально, да Наши музыканты, которые с нами работают Представляют себе просто зрелище Наверное, это будет очень интересно Да, мы будем, наверное, открывать, я думаю Так что посмотрите А как вы думаете вообще Сколько вам дадут петь? Сколько песен? Ну, мы сами споем две А сколько премий дадут, как вы думаете? Вы же номинированы по четырем номинациям На самом деле, нам не важна эта премия Нам не важно, сколько дадут Ну ладно, прекратите Ну что-то, в начале пути не важна премия Как же не важна? Не, ну нам не важно на самом деле Нам важно вот то, что как бы просто мы открываем это шоу Как бы и увидите с нашими фанатами А за что все равно хочется, скажи честно? Там лучшее видео, если я не ошибаюсь, лучшая песня, да? Как заслуживают? Как мы заслуживаем? Это решается, думаете? Да, это решается, думаете? Что вы нашим поклонникам? Да Ну я вас на лучший клип записала Потому что клип реально лучше, правда Никого не снимали в Америке на таком уровне Добрый вечер, здравствуйте Добрый вечер У нас есть звонок Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Карен Карен Да И вам, наверное, нравится Кто вам нравится? Юлия или Юлия? Вы знаете, я не хочу вам доставлять и говорить, что мне нравится Хорошо, ваш вопрос Мой вопрос очень стандартный Я хотел бы узнать, какие Юля предпочитает цветы Какими цветами ее усеют? Нет, как Юля любит мужчины кавказской национальности Я в прессе за этим активно следую Спасибо большое Карен, я люблю розы А Карен-то знает? Ты так рассмеялась? Ну, просто да, мы друг друга знаем А, не чужой Карен, получается И как много роз нужно, чтобы удивить тебя? Не знаю, просто люблю розы Белые? И белые, и красные, и розовые, и любые, и желтые А ты любишь жесты? Вот про Юльку все пишут, что она любит жесты, там за нее хаживает А ты это любишь все? Это вот этот цветы, надпись на асфальте Плакат около дома Здравствуй, Лена, как дела? Я люблю тебя Для меня все это делает любимый человек А как он готовит? Покушать вкусно? Вот как? Слушай, тебе 20, мне 30 Может, сейчас мне позвонишь? Давай съездим Как на одном языке говорим сейчас Поесть и поспать? Давай, сейчас разборжу Нет, ему 7 утра вставать на работу не буду Зачем? Он же может 7 утра не вставать на работу? Нет, не может Почему? Потому что он работает Ну ты же можешь ему помочь Я? Конечно Зачем? Он мужчина И ты что, хочешь, чтобы он тебя рано или поздно содержал? Ты сейчас смеешься? Нет, я хочу, чтобы он добивался чего-то в жизни Я хочу, чтобы он был тоже состоявшейся личностью А если я буду состоявшейся, а он нет Ничего у нас не получится А кто должен быть терпимей в отношениях? Мужчина или женщина, как вы думаете? Две половинки, мужчина и женщина Оба... Ну так не бывает Обе половинки должны уметь идти на компромисс Вот я очень хочу представить ситуацию Благо в прессе это уже написали Вот как ты, допустим, гипотетически Влад Топалов Как вы друг друга терпите? Вот расскажите мне про это Можно я расскажу? Вот расскажи мне про это На самом деле, как бы это сложно в любом случае Потому что и у меня, и у него очень много амбиций Вот, но в любом случае в любых отношениях Не говоря обо мне с Владиком Вообще в любых отношениях Я думаю, что должен быть действительно Взаимопонимание это первое И никогда не должно быть такого в отношениях Что я могу, а он не может Или я, например Могу, а она не может То есть я думаю, что в любом случае Женщина и мужчина Это как бы два человека Которые в любом случае в отношениях могут делать все И самое интересное Как бы чего я люблю, да, в отношениях Что для меня важно Это оставаться свободной Чтобы не было на тебя сверху давления И я не люблю давить Ну смотри, вот от них кружат Ты где? Ты с кем? Ты что? Дом будет Восток Вот это вот дергание постоянно Это вот давление приезжая в Восток Это вот все как бы оно все Это как бы тут же отношения будут закрыты Это с мудрством придет Не нервничай Это все не за горами Это очень скоро Ближайшая пятилетка Ну просто вот объясни мне Вот есть же девушки, которых кружат, да? Вот которых... А есть, которые сами кружатся Которые кружат сами Вот вы какие? Кружат и кружатся Ну есть, ты понимаешь? Ну смотри, есть девушки, которым вы дарят розы, цветы А есть девушки, которые сами прилетят, возьмут, купят билеты Оформят поездку Возьмут молодого человека Под мужской поедут Вы какие девушки? И то, и то Не бывает Бывает Или принцесса, или волшебница Бывает Нет, все зависит от настроения Иногда очень клево быть принцессой Иногда очень приятно, когда ты действительно там молодой человек Или твои друзья тебе дарят цветы И ты прям вот вся прям растворяешь Сходишь в ресторан Посидишь И она такая вот прям романтическая встреча А бывает наоборот Ты все берешь в свои руки, как бы, и все делаешь сама Иногда очень хочется, да То, что что-нибудь такое То есть это настроение И так, и так А какими вы боитесь стать? Вот впереди там 25, 30, 35, 40 Есть же типа женский, да 80 с такими условиями Нет, ну 80, ладно, подожди Еще Будут лекарства, поверь мне Мы сохранимся Ну просто, ты же понимаешь, да Вот ты смотришь на женщин там 30-летних 40 лет Есть типаж Я не говорю о внешности Ты смотришь и думаешь Господи Сохрани Психологический типаж Какими бы не хотели стать Скучными Ой, даже вот не знаю Занудыми Даже никогда об этом не думала Не хочу быть занудой И не хочу быть матерью-фанатичкой А морали будете читать детям? Нет Когда вырастут? Нет Это сейчас ты так говоришь Посмотрим Минтор с вами же в каждом Я уже никогда на эту тему На самом деле не думала Чего я боюсь Какая я боюсь стать Не знаю Да не боюсь, наверное, ничего Я знаю, что я не хочу быть скучной Мне наоборот интересно Вот идти вперед Смотреть, какая я буду Вот интересно мне Какая я буду в 20 лет 25, 20 Ну, сейчас, подожди Сейчас у меня уже 21 25-30 лет Мне интересно Подождите А вот если с возрастом Будет становиться меньше людей Вот это пугает? Меньше людей В смысле Конечно Останутся только самые верные Да все зависит, я думаю, от самой тебя Вот как ты будешь себя вести в жизни И что ты будешь делать И чего ты в жизни сама хочешь Если ты будешь занудой Сидеть дома И как бы Будешь сидеть дома Не, ну подожди Тебе будет 35 Ты будешь подниматься И ты будешь обзванивать всех Приходите Как вот 35 День рождения Ну все, в принципе Ты понимаешь, да Если у тебя все хорошо сложится Можно день рождения взять билеты Заказать какую-нибудь Чартерную рельс самолет И отправиться в Майами И отправить где-нибудь Отпраздновать его где-нибудь там Можно сесть дома, например И сидеть с молодым человеком дома Пить кофе или там чай Я завидую вашему оптимизму, друзья мои Можно когда-нибудь поехать Я не знаю Снять закрытый дом Я не знаю Но все зависит от самой тебя Как ты сама будешь в жизни Я, наоборот, очень эмоциональный человек Я никогда не смогу сидеть дома Я, наоборот, люблю каких-то законов Но это такая уверенность В материальном достатке Ты же понимаешь То есть ты очень уверена А ты вот так же уверена? Я вообще уверена, в принципе, в жизни И в себе Вот как бы вот Вот я тебе просто честно скажу Я не уверена, что деньги будут всегда А ты уверена? Ты уверена? Уверена А я не уверена Но я не боюсь их потерять В общем, у тебя проблемы Поэтому боюсь их потерять Я знаю, что я что-нибудь потом Дальше еще сделаю Что, ну, как говорится Когда петух клюнет Тогда я решим Ну, так скажите мне напоследок Без чего счастливым быть нельзя? Категорически Без любви И без семьи Без мамы И без папы Трогательно Все-таки романтичными вы остались Это приятно Спасибо вам большое За то, что согласились Спасибо тебе, я же вам Спасибо за детали Мы с вами обязательно встретимся завтра А это была группа Тату Спасибо вам большое Спасибо